МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры мировых держав съехались на форум. Лидер политической партии объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Лидер гонки оторвался от преследователей. В любом обществе, на любом отрезке истории находятся те, кто не боится брать на себя ответственность и вести за собой других, а то и просто по самой своей природе притягивать окружающих. Независимо от своих поступков, такие люди всегда оставляют свой след в истории, а на их ошибках и примерах учатся следующие за ними поколения. О лидерах прошлого мы знаем из учебников. Нынешних лидеров видим по телевизору. А что мы знаем о лидерах будущего? Пока что очень мало, ведь они еще только учатся применять свои качества в жизни, учатся нести бремя ответственности. Ну и, помимо всего прочего, учатся в школе. О том, какие лидеры будут вести нас за собой в грядущих десятилетиях и что они сами думают об этом статусе, нам расскажут выпускники школы и лидер Дворца детского творчества Марина Бурагина, Дмитрий Толмачев, Виктория Сухорукова и Артем Белавин. Ребят, для начала расскажите, где учитесь, чем интересуетесь, может быть, куда уже поступать хотите. Дим, давай начнем с тебя. Мне кажется, что это для девушки, для разбивого. Галатный чел. Меня зовут Марина Прагина, я из 8 класса учусь в 3 лицее. В принципе, это физмат, но я так понимаю, что я не физмат, и я хочу перейти во вторую гимназию и связать свою жизнь с английским или, в общем, с языками. Я занимаюсь волейболом, волонтерствую и, в принципе, активна во всем, в чем только можно в нашем городе. И не только в городе. А ты ходишь в какое-нибудь изобеднение 20? Да, я есть в КСП, я занималась в школе лидера, пока она была. Ну и, в принципе, все. А, нет, я еще хожу к Марине Борисовне, но я не знаю точно, как называется ее кружок. А чем занимаетесь? Пишем стихи и прозу. Литушка? Да. Дим, давай к тебе перейдем. Учусь я в пятой школе, уже в десятом классе, через год выпускаться. Планы на жизнь авиационное училище, а точнее институт. Но если не получится, даже будет училище. В пору в ДДТ хожу, ходил на школу лидер. И еще одно занятие – это звукозапись. Ходим мы там, просто помогаем Антону, так как мы уже десятый класс, нам никогда. Выпадает минутка, мы идем к нему и помогаем. Также я ходил очень много кружков, было у меня всяких разных. Я и там, и тут был. В общем, пока в жизни, может быть, еще не все повидал, но для себя понимаю, что есть к чему стремиться. Но ты технарь, да? Да, у нас в классе профильный Н-класс, и мне, по мне, как ближе технические науки. Но также я могу и в гуманитарии пошарить. А ты хочешь в московский авиацион или в какой-то другой? Я бы хотел попасть туда, где есть именно специальность пилота. Это Ульяновск. А летное училище? Да, институт. Именно где обучают авиадиспетчеров и пилотов. Это Ульяновск, Питер и их филиалы. На специальность пилота. А чем тебя так зацепила авиация? Поначалу это было... Я понимал, что в стране есть проблемы, связанные с авиацией. Это нехватка пилотов. Их нанимали с границы, иностранных пилотов. Я понимал, что надо стране помочь. Плюс корни тоже были связаны с авиацией. И все-таки небо, оно так манит. Ребят, вот вы абсолютно разные. Почему ты оказались в одной шпыле лидер? Расскажите, что вас туда привело? Ну, сейчас я начну. Лучше я. Поначалу это было просто, так сказать, натаскано администрацией школы, что ты придешь, да, посидишь, да, уйдешь. Поначалу это так и было, но впоследствии я понимал, ну да, интересно, да, что-то познавательно, но в самой сути что-то нового, что-то такого сверхъестественного, что я не знал и не было. Были какие-то моменты, которые я доделывал, какие я понимал, да, осознавал. И так, в принципе, ничего нового я там не узнал. А сколько у вас было занятий? Ну, хотя бы примерно. Это было где-то с ноября месяца, по-моему. Каждый месяц, каждую неделю. Это один раз в месяц. Всего, получается, около шести занятий. Какое-то из них тебе запомнилось? Вот прямо особенно. Может быть, гость был харизматичный, или тема была тебе лично интересная? Нет. Марина. Меня позвали изначально, меня позвала пионер-вожата, как она меня обычно зовет, на какие-то интересные штуки в нашем городе, связанные с пионерией, связанные с лидерством, и все, что проходит в ЗДТ, и вообще, что проходит у нас. В итоге я пришла, поняла, что мне это интересно, и что это мне даст какую-то пользу, и в итоге я проходила всю школу лидер. Больше всего мне, наверное, запомнилось последнее занятие с Светланы Арнодленой, потому что для меня оно было самое эмоциональное. А что вы там проходили? Ораторское мастерство. Как вести себя, если ты, например, рассказываешь какой-то доклад или презентуешь что-то перед большим количеством зрителей? И как себя вести? Может, я сам для себя что-то подчеркну? Например, вам не нужно суетиться, вести себя так, как, в принципе, вы себя ведете, не пытаться подстроиться под кого-то другого, говорить медленно, правильно, ничего не бояться и быть уверенным. Ребята, вот называется школа лидер. Вы как считаете, это говорящие названия или заделанное будущее на амбицию? Поначалу это вызывает у тебя некое смущение, и ты понимаешь, это громко звучит. На практике оказывается, что ты сидишь, ходишь, разбираешь моменты, черты лидера и впоследствии их ты применяешь. Не знаю, для меня... Ну, вот ты как считаешь, можно научиться лидерству? Вот ты не лидер, раз ходил, позанимался, тебе какие-то нюансы объяснили, и ты потихоньку, ну, будем считать, что ты в начале пути, но пути, который уже есть. Да, я считаю, на школе лидера обучают тому, с чем ты можешь дойти до именно такой, такого звания, как лидер. Ты сможешь вести за собой людей и сможешь быть уверенным в себе, если ты раньше не был таким. А тебе хочется быть лидером? Конечно. Я прирожденный лидер. А что у тебя на такого притягательного? Я очень люблю общаться с людьми и каждый раз встречаю новых людей. Я понимаю, что если во мне нет таких лидерских качеств, то я не смогу их заинтересовать, и я упущу этих людей в своей жизни. Если тебе это просто необходимо, чтобы находиться в обществе, я так понимаю, ты такой социально активный человек. Да. Тебе некомфортно одной. Дима, ты лидер? Или хотел бы себя таким видеть? По своей сути, я считаю себя лидером, потому что в классе уже с пятого класса судела, весь класс меня поддержал и сказал, что ты будешь старостой. Я не хотел этого, мне было это неинтересно. Но потом впоследствии понимал и развивалась моя сущность. Находясь в том или ином обществе, я понимаю, как надо себя вести, где можно превысить свои полномочия, где можно вести себя на равных. То есть ты такой лидер по неволе. Ты сам к этому сильно не стремишься, но почему-то жизнь постоянно выталкивает. Нет. Именно я считаю себя лидером. Просто были моменты в жизни, которые меня направили в это русло. И впоследствии я понимаю, что я лидер. А ты как считаешь, можно научить лидерство? Или это врожденное качество? 50 на 50. Если ты в себе уверен, и ты можешь, ты практикуешь это очень долго, и у тебя так сложились обстоятельства туда. Плюс еще, конечно же, теория, которая необходима. Но, опять же, без практики ничего нельзя сделать. Но практика – это как раз то, чему вас учили. В школе лидер. Или хотя бы пытались научить. Пытались научить. Как считаешь, получилось это? Или не во всем? Для других детей, может быть, да. Может быть, не во всю пору, но какие-то моменты они поняли, осознали. А ты бы какие хотел занятия видеть? Каких, может быть, еще не было? Потому что школа-то будет развиваться. Ты сейчас оставишь какой-то отзыв, его учтут, и в следующем году привнесут что-то новое. Это надо посидеть, подумать, потому что оценить всю работу, проведенную с нами, что было, что не было, сложно сейчас сказать прямо сразу, без продумывания. А ты бы хотел встретиться с какими-то людьми из города, может быть, даже из страны или области, которых сейчас не было? Я знаю, вы встречались с главой города, с политиками, да, у вас было отдельное занятие, ораторское искусство, еще несколько уроков. Может быть, было что-то такое, ну, допустим, встреча с военными. Я бы хотел видеть человека, который действительно добился многого жизни, который из ничего поднял что-то высокое, огромное. Именно у него есть примеры, на которых он это достигал. Он может взять, показать, продемонстрировать, что, как и когда. Я так понимаю, в следующем году все это будет выпущено. Это, кстати, было разовое занятие, или вы в следующем году тоже сможете в нем принять участие? Я так понял, что, да, действительно, мы сможем принять в нем участие, если дети захотят видеть это еще. Если нет, то будет набираться новая группа. А у тебя есть такое желание? Или ты подумаешь? Я еще подумаю. А ты, Марин? Я бы с удовольствием пришла еще раз, потому что я считаю, что в городе есть очень много людей, которые смогли бы нас еще чему-нибудь научить, чему нас не научили в этом году. Ты бы что хотел увидеть? Если честно, я тоже пока не знаю. Ребята, у нас есть традиционная рубрика «Опросник Пруста». В этой вазе бумажки на каждый из них вопрос. Вытаскивайте по очереди. Любые три в сумме возьмем и честно отвечайте. Марин, давай начнем с тебя. Ваша любимая птица. Я думаю, это утконос. Почему? Потому что это очень милое и забавное животное, которое я не могу понять, как прошло отбор. Дима. Ваш главный недостаток. Тут сказать сложно. Я пытаюсь сделать все то, чтобы не допустить ошибку, но в итоге у меня все равно выходит ошибка. И возникает вопрос, а как же так? Так всегда происходит. Другое дело, как к этому относиться. Марин, еще один. Ваша идея о несчастье. Это, наверное, когда тебе некому обратиться, когда у тебя все очень плохо. тогда ты по-настоящему несчастен. Ваши любимые имена? С именами у меня проблема. Ну, имя девушки назови. Нет, это будет слишком. Я хочу это в секрете оставить для всех. Но, допустим, любимые имена, они разнообразные. Можно взять из еврейской национальности, из славянской. У всех везде есть свои какие-то плюсы, поэтому сказать точно нельзя. Ну, своего сына так бы как назвал? Тим. Артем, Вика, давайте, чтобы все было симметрично. Вас тоже попрошу немного рассказать о себе. Вика. Меня зовут Сухарукова Виктория. Я учусь в 9 классе школы номер 14. Я увлекаюсь танцами. Закончила художественную и музыкальную школу. Да. Вообще, я, в принципе, в целом увлекаюсь информационно-медийным направлением. Я работаю в пресс-центре школы, также являюсь радиоведущей, ну, и, в принципе, веду многие городские и школьные мероприятия. Я очень разносторонний человек, очень творческий, и жизнь люблю, очень жизнерадостная и позитивная. А ты во взрослой жизни себя уже кем-то видишь? Ну, к сожалению, нет, я еще не определилась с дальнейшим. Ну, хотя бы область. Ты технарю, гуманитарий, что-то другое. Может быть, танцами хотела бы заниматься? Почему нет? Я не знаю, я еще не определилась. Артем. Меня зовут Белавин Артем, я учусь в 10-й школе, в 9-м классе. Ну, я люблю заниматься общественной деятельностью, мне это нравится. Также в школе пишем проекты различные, творческие, с ними потом выступаем на конкурсах. Это тоже очень нравится, очень интересно. Также я являюсь председателем детской палаты «Галактика» и союза детских организаций, «Сияющие звезды». Мне нравится общественная какая-то деятельность. Также я занимаюсь спортом, это пинтбол, раньше я занимался легкой атлетикой. А как вы попали в школу лидер? Тоже попросили прийти, или это было смыслное желание? Нет, я стала в начале года президентом координационного света старшеклассников «Статус». В принципе, это мероприятие организовывает собственно совета старшеклассников. И мы какую-то роль в этом приняли. Поэтому я пошла туда от собственно городского совета старшеклассников. Ну и потому что залу тебя попросила. Вик, ну я так понимаю, что ты лидер прирожденный. Просто даже без школы заняла такой пост. Скажи, пожалуйста, какие качества тебе позволяют такой быть? Ответственность, креативность, коммуникабельность, харизматичность. Все. Наверное. Я еще не знаю. Это просто по природе такой человек или что-то пришлось вырабатывать? Что-то пришлось вырабатывать. Сначала до пятого класса я была скромной, зажатой девочкой. Но летом все изменилось и я стала явным лидером. Потому что я заняла роль старосты в своем классе. А дальше уже двигалась, скажем так, по карьерной лестнице лидера. Я стала председателем детской организации школьной, потом детской организации городской и планирую на области. Ну вот смотри, другие тебя считают лидером, иначе бы не назначили на эту должность. Тебя тяготит, что к тебе постоянно так относятся, тебя может быть ждут того, что ты на себя возьмешь главную роль инициативу? К сожалению, попадаются такие люди, которые считают, что лидер может все вынести на себе. Но я не являюсь таким лидером, я стараюсь все равномерно распределять между своими коллегами, друзьями и с теми людьми, с которыми я работаю. Артем, а ты как считаешь лидером, что должен делать? Мне кажется, лидер, во-первых, должен быть лидером, быть первым, уметь повести за собой какую-то массу людей, будь это класс, будь это какая-то детская общественная организация, также лидер должен разбираться во всех областях и уметь распределять обязанности. Это очень важно, потому что какой он лидер, если лидер делает все сам? Или какой лидер, который ничего не делает, а только командует? Вот, наверное, вот так. А ты в Сияющих Звездах чем занимаешься? В чем твое лидерство проявляется? Ну, у нас у Союза Сияющие Звезды есть высший орган самоуправления, который работает между двумя слетами весенним и осенним, это Детская палата Галактика. В нее входят представители от каждой школы города, от каждой организации детской. И у этих ребят есть лидер, председатель Детской палаты Галактика. Данным являюсь я. Ну, то есть ты как самый главный или у вас круглый стол, как у Артура? Ты просто там первый среди равных? Ну, скорее всего, первый среди равных. А тебе нравится вообще этим заниматься? Тратить свое свободное время, которое ты мог посвятить каким-то другим вещам? Безусловно, мне очень нравится этим заниматься. Я уже девятый класс, я уже мог перейти в статус, но все-таки я остался в Союзе, я остался пионером, я и буду пионером. Вот. А вы до сих пор рассветы ходите встречать? Ежегодно 19 мая все ребята идут на встречу рассвета. Я тоже. Артем, а ты свое будущее как-то уже определил? Ну, мне хотелось бы стать каким-то общественным деятелем, это если все будет хорошо, это прям вот мой идеал. Ну, а если нет, то это физмат, это инженер, исследователь, испытатель. Здесь Сарове или куда-то уехать хочешь? Это здесь Сарове. А почему не хочешь уехать? Ну, потому что в Сарове есть хорошие условия для карьерного роста, то есть если возьмут на работу в городообразующее предприятие, то тут уже очень много условий открываются, и двери открываются перед тобой. Ребята, а вот в вашей жизни есть какие-то лидеры, за которыми вы идете? Ну, будучи сами лидерами. Да, конечно, у меня в жизни есть те люди, которые тоже лидеры, за которыми я хотел, которыми я хочу стремиться. В виде их работы я очень поражаюсь им. Например, можно взять директора Международного детского центра Артек, это Каспаржак. Суметь организовать за такой малый срок, Артек открылся совсем недавно, работу центра на таком уровне и показать лагерь на всероссийском и на международном уровне, мне кажется, это работа настоящего лидера. А ты туда ездил? Да, мне удалось побывать в Артеке. Слушай, какое-нибудь тебе впечатление произвело? Я слышал, что это мечта всех советских ребят была. А это мечта всех советских ребят была, это и, наверное, как мне кажется, мечта всех российских ребят, и мне было очень... На меня взвалилась такая груз ответственности, то, что мне и ехать в Артек. И когда я приехал из Артека, я захотел еще больше работать, еще больше себя проявлять. Ребята, я приоткрою небольшую тайну, пока я беседовал с вашими друзьями. Вы сидели на заднем диванчике, я так понимаю, вы не во всем с ними согласны. Скажите, на вас какое впечатление произвела школа лидер? Какие у вас эмоции после этого остались? Какие занятия запомнились? Школа лидер – это отличное возможности для самореализации любого школьника, как я считаю. Это занятие по тайм-менеджменту, который и так необходим лидеру, успешному лидеру. Это занятие по ораторскому искусству, который также необходимый лидеру, потому что, чтобы вести за собой толпу, нужно уметь говорить, нужно уметь смотивировать, нужно уметь привлечь к себе внимание, привлечь внимание к тому, что ты хочешь донести. Именно поэтому занятие по ораторскому искусству мне запомнилось больше всего. А у тебя что отложилось? У меня отложилось это тоже занятие по тайм-менеджменту, менеджменту и ораторскому мастерству. А в целом, если про школу лидер говорить, то занятия были очень полезными, были затронуты почти все качества, которыми должен обладать лидер. Нас учили, как их развивать, эти качества, как их приобретать и совершенствовать. А лидер может идти вопреки воле тех людей, которые занимают таким тираном быть, если считают, что знают лучше остальных, куда надо двигаться и каким способом? Безусловно, такие лидеры есть, но я не признаю таких лидеров. А ты, Артем, можешь, у тебя другую точку зрения? Мне кажется, лидер – это ни в коем случае не тиран, он должен слушать своих соподвижников, своих каких-то друзей, свою команду и идти, развиваться в направлении этой группы людей. Что интересно толпе, то и интересно лидеру. Ребята, в лидерстве, как и в любой другой постаси, есть свои обратные качества. Как правило, лидерских мест меньше, чем людей, которые считают себя лидерами. Как вы считаете, вам, как лидерам, важно иметь такое качество как бы из компромиссности, готовность давить других людей на пути к своей цели? Мне кажется, лидер должен обладать какими-то негативными качествами, например, должен быть эгоистичным, но в меру. Например, чтобы стать лидером, нужно проявить эгоистичность и обойти других, показать себя с лучшей стороны, а затем уже быть эгоистом вместе с теми людьми, которые идут за тобой, чтобы подняться на ступень выше, ну и так далее. Не, ну вот смотри, я, например, как бы человек спокойный, да, я ругаться не умею, не люблю, поэтому если кто-то придерживается другого мнения, я махаю руку и ухожу. Ты как-то в таких ситуациях себя ведешь? Ну, в таких ситуациях я пытаюсь противоречить тому оппоненту, который поддерживает противоположную позицию, которую поддерживаю я. Насколько далеко ты готов зайти? До долгих, тяжелых споров. Вообще, ребят, вы попадали в вот такие очень сильно стрессовые ситуации, когда лидерские качества вам помогали? Ну, потому что действительно важно как бы не отступать. Бывает так, что тебя давят по всем фронтам, вроде хочется уже как-то забыть, плюнуть, членки. Ну, вот тут и появляются люди, которые настоящие люди, которые готовы, может быть, где-то пожертвовать собой, даже своим имиджем, прослыться теми самыми тиранами. Ну, других слов говорить не буду, все-таки, немного для того, дитя. На самом деле, таких вот ситуаций очень тяжелых у меня не было в жизни. Но, да, бывали конфликты, когда я проявляла свою настойчивость, но потом в отношении с этими людьми я была доброжелательной, чтобы восстановить отношения. И это сработало? Сработало. То есть ты добилась своего и не использовала отношения с людьми? Наверное, таким и должен быть лидер. Так, ребят, ну, правил повторять не буду, вы все видели, понимаете, знаете. По два вопроса на каждом, пожалуйста. Начинай. Ваши любимые изречения. Ленивые всегда дождаются того, чего не ждут, но получают только то, что осталось от активных. Каким вам представляется предельное счастье? Ну, для меня предельное счастье это добиться того самого, чего я в жизни хочу. это стать, как вот я уже ранее говорил, стать общественным деятелем и уже работать в этом направлении. Ваше любимое занятие? Общественная деятельность, безусловно. Танцевать? И танцевать тоже. Артем, давай последний. Представь перед Богом, что вы скажете ему. Ну, мне кажется, я скажу спасибо. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через пару недель. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...